привет всем друзья и добро пожаловать новый блок сейчас попью кофе конечно не с работы приехала как всегда снимаю видео я смотрю себя вот приехала с работы как аж самой смешно буду пить кофе я просто ездила по своим делам и вот реки мой бедненький мой тут бегает и хочу попить кофе и вам рецепт показать девчата мид строя закула мид строя сюда как он называется у меня тут как осталось а слитка сейчас хочу смею помыть сливовый пирог сделать и покажу вам мой рецепт который я всегда делаю пику да и сейчас будем пробовать девчата там насчет дрожжей спрашивали у меня я конечно извиняюсь оговорилась я за место молока сказала воды вот это я вам по-моему там написала сколько если нету таких живых дрожжей то вот таких вот две пачек 14 грамм но тут грамм по 7 грамм ну сейчас я буду делать они нам все это нужны будет вот насчет да вроде по дрожжам сказали так они и не поняли ну вот я хочу как уточнить до дрожжи до 2 или 21 или 7 грамм две пачки вот хочу сказать вот про нашу погоду тоже погода у нас сегодня целый день дождик сейчас у нас третий час картошка остывает на вареники вот и сейчас вот я сделаю конечно пирог завтра я работаю как всегда это сегодня мне один день я прям уже не знаю что делать уже и в гости съездила собачку свои полечила вот антибиотик дала простыл стало ему плохо все красное вот во рту у него было и просто воздуха не хватало я так испугалась а вчера его подмышку с дочерью бегом муж только с работы пришел и я говорю я такая что не я я грудь по собачка у меня последняя больше игру не надо ты больше игру переживаешь за за вообще за животных вот ну сейчас отключусь и потом у меня будет эта машинка потому что здесь вот эти зерна я уже рассказывала вам она сама мелет и как бы слышно и хочу поздравить кто пошел в школу сегодня 1 сентября всех-всех деток и мам поздравляю с этим праздником всегда помню этот мой первый день никогда не забуду никогда как раз сестрой пошли мы двоняшки с ней жанна и пошли первый класс я помню разодрались с ней она мне банк сорвала я и воротник вырвала никогда не забуду так ну вот все я уже тут собралась печь уже приготовила сейчас я вам сливу покажу да вот такую сливу сегодня у нас будет сливовый пирог да как свечкин да кухню и будем делать девчата с этим штройзы наверху будем посыпать что нам к этому надо сейчас я вам подиктую но я потом запишу дрожжи нам надо будет две штуки вот таких вот такие вот сухие можете сырые по 7 грамм две штучки и одна пачка ванилина это пойдет в тесто это мы уберем так потом одно яичко у нас вон есть пачка ванилина тоже возле дрожжей лежит 100 грамм сахару так это убираем это будет наверх на стройза 100 грамм сахару я уже сюда сделала соль по вкусу немножко так как как призы зайц немножечко как присолить потом молока 200 миллилитров теплого вот уже отмерила а то говорю молоко а вернее лью молоко он говорю в воду так молочком тепленького и 50 грамм сливочное масло вот она у меня и муки девчата 500 600 грамм плюс минус потому что мука у всех разная вот муку сеять здесь я не буду потому что это такое как не на булочке не буду делать потом тут я приготовила на стройзы муки надо будет 300 грамм потом сахар 250 грамм я сюда уже насыпала масло сливочное комнатной температуры 200 грамм и вот сюда вот это вот пачка ванилина пойдет значит нам опару никакой не надо сейчас мы будем сразу все делать и еще забыла но это я потом покажу когда будем делать так вот это вернее тесто дано противень противень у меня 30 35 сантиметров и на это тесто будем посыпать крахмал там кукурузный картофельный крахмал это и галли это все равно это чтоб она узнать они же сладкие как сочные чтоб не так сильно этот сок вытекал от слив так смотрите ну надо будет как полтора килограмма килограмм там полтора вот так вот вот этих вот слив приступим тут у меня уже сахар есть наливаем сюда молочка тепленького 200 миллилитров пачка ванилина сразу сюда 2 пачки дрожжей 2 пачки по 7 грамм можете сырые дрожжи это никакой роли не играет можете сырые немножко соли масло сливочное растопленное все сюда и одно яичко все делаю при вас вот сюда все убираем и так так у нас эти задвижки сильно на кухне задвигаются прям аж бум бум вот эти вот от кухни дверцы все размешала здесь у меня крахмал здесь у меня кукурузный крахмал но это и играли какую надо это никакой роли не играет все раз говорю ну и муку муку я не сею мука здесь все равно в германии хорошая такая как бы и они сеют тем более она вот такое вот когда вот булочки вот паски вот такой сдобное сильно такое вот тесто мне нравится это тоже конечно сдобное вот это мне нравится я конечно всегда просеиваю подождите я забыла еще знаете подсолнечное масло прям в эту же чашку как всегда до нас наливаю я сливочное масло было растопленное это просто для замеса тесто так еще сыпем и потом я руками размешиваю все уже можно руками размешивать посмотрите тесто хорошо отходит от рук вот такое вот оно получается видите оно само хорошо прям отходит но с маслом я все равно немножко делаю сверху потом нам надо будет руками разминать по тайгу ну сейчас посмотрим какое вот оно будет тесто очень эластичное хорошее легко поддается смотрите на часочек вот так вот хочу его накрыть смотрите на часочек сейчас его накрою так девчата теперь я уже говорила тут 200 грамм масла да оно должно быть как комнатной температуры обязательно мягенькое и ванилин туда еще пачечку я сделаю так вот тут у нас где-то и осталось вот так вот 300 грамм 300 вот так вот 250 по моему грамм нет так я добавлю сюда я тоже не сею не просеиваю вернее так ну все всыпаю видно вам не видно потому что на глаз уже как-то знаю ой сколько уходит нет так добавлю еще масло хорошо растаяло штрой за вообще люблю очень ну еще значит обратно это все будем наверх посыпать пока тесто наше поднимется надо чтобы оно поднялось один раз а я буду заниматься сливой вот так вот наша штрой уже готова завтра на работу как раз возьму и вот так вот вам чтобы прицеп показать вот девчата вот такой штрой заох люблю его вот такое вот должно получиться вот оно все теперь отставляем в сторону посмотрите как поднялось мое тесто это просто прелесть посмотрите лёгкое-лёгкое так значит почистила я сливу наконец-то потому что на мне слива где-то уже неделю лежит уже ее наелись думаю надо обязательно сделать для вас рецепт так ну что мы будем делать это я убираю сюда ставлю сюда противень на улице у нас прям солнышко вышло ну такая погодка так девчата смазываю ручки и тесто потихонечку сюда его ложим у меня 30 на 35 сантиметров противень и вот так вот ручками потихонечку не качалка ничего ну раздвигаем да как сказать только надо обязательно смазывать чтобы она не рвалась и у нас на выходные из той недели вроде бы уже будет хорошая погода до 30 градусов два дня не было на даче потому что дожди идут какая прелесть тесто не должно у вас быть прям сильно такое пышное оно должно быть тоненькое прям вот так вот ручками она хорошо скользит вот так вот по всему этому делаем растягиваем все тут еще прям вот ворот так во всем этом делаем вот так вот убираем потому что у нас вытираю руки салфетки на чисток прям не буду теперь чего делаем с вами делаем мы значит я наш крахмал так соду не взять по случайности вот он крахмал наш у меня кукурузный да есть и картофельный я еще раз повторюсь и да можно играть какой все делаем сюда можно две чайные ложечки хватит это просто чтоб не растекалась если например у вас не сильно такой вот знаете как срочно как у меня потому что она у меня правда долго лежа лежала уже это слива то никогда было то еще что-нибудь вот так вот я сделаю все ручки вытираем ну и приступаем как вам нравится вот так вот ложим как видно не видно не знаю девчата можете по всякому ложить по всякому можете как делать знаете этим как вам объяснить укладывать можете еще на тоньше сделать знаете еще на половинку так разрезать кто как любит еще раз повторюсь я хочу сказать что я не кулинар у меня нету кулинарного образования чтобы не путали и я постоянно что я вот детям дома для семьи готовлю и для мужа да это это как от дома идет как от семьи да как от мамы и то что я вот дома для детей делаю ну я нигде не училась а то что могу то и делаю сливка у меня еще вот такая вот очень вкусно очень вкусно я наверное ее посередине вот сюда сделаю вот у меня по моему еще одна есть слива сладкая 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 перележала ну как передержала перележала недельку лежала если девчат например кислое да еще можете сахар наверх посыпать но это мне как я не буду это делать я говорю что сильно сладкая наверно сейчас будет очень-очень такая знаете заптик такая вот как с соком будет ну это тоже сюда нужно дети у меня говорят мама буду за через четыре подождите на через четыре года через два месяца битвайнах тоже ну как рождество да я в руках время быстро летит через два месяца четыре говорю так вот так вот вот сюда время быстро пролетит не успеешь оглянуться такую я буду ложить и знаете сильно мягенькая не буду наверное и вот сюда вот буду положить вот такую вот еще покрупнее вот сюда еще положу весь место потому что это прям вообще шикарно и все я думаю что хватит так убираем вытираем ручки ручки но я уже поставила духовку разогреваться на 180 градусов ну как обычно вверх вниз да но теперь мое любимое делаю что везде наверх ой люблю прям крупные такие особенно вот на булочке знаете на пироге мне очень нравится ну куда у меня уже не они заелись а все а вот такой они меня как бы любят ой чтобы никак но но сейчас по это повытираю тоже везде все чтобы у меня ничего не дарила сейчас аккуратненько распределюсь чтобы мне пока были как бы все красиво что было не только туда сюда немножечко сюда чуть-чуть это тут немножко прижму мы все будем выпекать час 30 где-то там у кого какая духовка 30 35 минут вот такая вот красота получается посмотрите теперь на мою красоту сейчас она остывает пирог мой сливовый очень вкусный очень такой прям покажу вам нашу погоду противень уже говорила я скольки до скольки сколько он до чтоб опять как бы ну я напишу если кому там будет интересно да примерно сколько не примерно он 30 на 35 до вот можете конечно взять чуть чуть поменьше сейчас вам покажу чуть чуть вот на пару тесто разделить как бы если у вас поменьше противень до тесто просто разделить на две части как бы да и сначала одну половину спечь потом вторую половину спечь так тоже можно покажу вам нашу погодку слава богу дождь кончился целый день и целый день целый день еще какой у кого еще сильный прям такой вот дождик а сейчас вот прям важно тепло стало на улице ну сейчас я разрежу покажу вам разрезе какую я только закончила конечно он еще горячий но он очень вкусный уже попробовали сейчас я вам покажу хоть любой кусочек ну давайте отсюда возьмем это просто 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 прелесть посмотрите какой он какое тесто 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 во первых очень легкое все пропеченное посмотрите ой очень он пахнет так что вот он мой маленький пришел реки 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 помощнику за на кухне тут как тут так что пробуйте не бойтесь еще хочу сказать вместо сливы можете персики делать яблоки груши это тоже очень-очень вкусно хочу вам сказать это прям вообще прелесть ну смотрите всегда если например сильные много сливы такие знаете как такие как водянистый как сказать прям сок вот текет да вот обязательно добавляйте крахмала обязательно можете даже посыпать немножко корицы сверху тоже очень вкусно будет а если слива и соленая говорю кислое частное говорю время уже у нас восемь часов и тринадцать минут если слива очень кислое сахар прям вот наверх сахар сыпки тоже очень будет вкусно и ну очень вкусно пока у меня тесто поднималась а я уже тут и голову покрасила и порядок себе привела потому что 5 10 дней без перерыва работаю так что все сегодня у меня по-быстрому ну девчата буду с вами прощаться большое большое спасибо вам за просмотр и всем пока хорошего вам вечера потому что у нас вечер я думаю у вас тоже а у кого утро хорошего вам утра доброго вам утра всем пока пока пока